Сейчас давайте посмотрим следующие заметки. В прошлом году объем экспорта и импорта нашей компании достиг 100 миллионов юаней. В этом году проекты политики субсидирования, например, финансированию, кредитованию, правительство приложило большие субсидии предприятиям. Уже сейчас мы видим, что количество заказов у нас вдвое больше, чем годом ранее. Что касается экспорта, то заказы у нас пока расписаны впрочем до марта. Поэтому мы почти уверены, что по итогам этого года оборот торгов и нашей компании попьется регортом, что стимулирует развитие компании. На днях первые фуры со сборными грузами с пустыми упаковками стоимостью в 76 тысяч долларов США выехали из Китая в Россию через МАП СЮФНХ. Отмечается, что политика рыночной загубки забочена в СЮФНХ. Оформление грузов в рамках политика рыночных загубок позволяет загубать широкий ассортимент небольших партий товаров и экспортировать их быстрее, чем обычные грузы, при этом поручая льготы по выбору де таможенной бошлины. В Китае на данный момент сборные грузы в рамках политики рыночных загубок можно отправлять через 39 пунктов пропуска в пограничные города Гидаи и логистических центрах. СЮФНХ был наделен статусом единственного пограничного города в провинции Хэнудя, который предоставляет этот вид у срок. Недавно программа по созданию комплексной билотной зоны «Транскораничная электронная торговля» в Тунгчане была опубликована Народным правительством провинции Хэнудян. Тунгчанг стал четвертой комплексной билотной зоной «Транскораничная электронная торговля» в провинции Хэнудян в среду за Харбином, Суфэнхэ и Хэйхэ. Согласно программе, билотная зона Тунгчанг станет импортно-экспортным центром «Транскораничная электронная торговля» с особенностью совершенная производственная цепочка «Транскораничная электронная торговля» плюс экспорт у срока независимой торговой марки. К 2025 году будет создано 100 компаний транскораничной электронной торговли. Будет построено 20 зарубежных складов. Объем транскораничной электронной торговли составит более 1 миллиарда юаней.